Хотелось бы рассказать о нашем опыте общения и лечения с Давидом. Ребенок, ну немножко предыстория, ребенок 15 с половиной лет. Основной диагноз ДЦП, грубая задержка умственного развития, речевого развития. До встречи с Давидом, мы практически, ну, скажем так, практически не было, несколько только слов было. Мама, папа, Юля, это сестра. Наше лечение началось с 4 ноября 16-го года. Ну вот, за 2, ну, чуть больше, чем с половиной месяца, ребенок стал поспокойнее. Она больше стала понимать, больше стала откликаться на диалог. Если раньше вообще не было повторения каких-то слов, то сейчас, пускай несколько раз мы повторяем с ней, но на 10-й раз она может какие-то звуки повторить подобие этого слова. Очень большой прогресс в плане домашнего обихода. Она научилась купаться сама. Ну, конечно, не очень хорошо пока, мы пока совершенствуемся. Но это тоже очень большой плюс. Очень большой плюс, она научилась тоже мыть посуду, пытается помогать заправлять кровать. В принципе, вот полы, даже без разговора, она набирает ведро воды, приносит швабру, знает, что нужно помыть полы. Это все вот за такой небольшой срок. Потом, также вот у нас недавно была кишечная колика, очень большая. Конечно, надо дать должное, Давид не покидал нас почти до 3-х часов ночи, пока мы не уехали на скорой больнице. Он постоянно помогал, постоянно пытался что-то сделать, но там просто было подозрение на аппендицит. Естественно, что в этой ситуации он ни в чем не мог бы помочь, если было бы. Ну, слава богу, как говорится, прошло все удачно. И сейчас мы тоже лечимся у нее поджелудочно. Это помимо того, что основные диагнозы. Он лечит поджелудочно у нее, печень, желчное, все тоже помогает в этом. Также он помогает и мне. У меня очень много заболеваний своих. Диалог в основном идет, как бы, ну, буквально вот иной раз даже просто в форме разговора. Но я ощущаю внутри себя какие-то продвижения, сразу какой-то большой стимул к жизни появляется. Мы очень, конечно, благодарны за такой короткий промежуток времени. У нас продвижения очень большие. Ну и мы, естественно, что будем дальше продолжать наше лечение. Вот, я сняла тоже несколько роликов. Хотелось бы просто сравнить. Я выложу эти ролики тоже. Какая она была сейчас на данном этапе и какой она будет после лечения в дальнейшем. Естественно, что это большой труд. Также, как с нашей стороны, это не просто какие-то игры. Это именно идет непосредственно лечение ребенка, а не дополнение к нему. Огромное спасибо, конечно, еще раз скажу, что он действительно очень человек такой безотказный. И я очень благодарна ему за то, что он делает для нас.